Когда кажется, что выхода нет И любой шаг приближает к пропасти Решение есть Но какую цену придется заплатить за самый сложный выбор в жизни? Только правдивые истории людей, которые оказались на грани Продолжение следует... Мам, я дома Светочка, привет! А у нас гости Привет, Светочка Какая уже большая Какая красавица Привет Да, кстати Видела тебя на днях На машине Ты проехала, даже меня не заметила Ну что же вы не сказали, что машину купили? Да ты что? Наташа, какая машина? У нас нет машин Ну, я же сама тебя видела Такая крутая, большая, жив, кажется Наташа, вы меня с кем-то путаете Я не умею водить машину Ну, так ты же на меня чуть не наехала Ну что, я совсем, что ли? Наверное, совсем Очки купи Какие очки? Да Показалась мне, Даша Да не показалась Но я видела тебя в машине Ну, хорошо, хорошо Твои слова Да богу в уши Да что вы из меня совсем дуру делаете? Так Ничего мы из тебя не делаем Все Закрыли тему Светя Кротковой Всего 18 Живет с мамой Не бедствует Но на автомобиль Тем более такой дорогой Конечно, средств никогда не было Но мы ведь видели Что девушка приехала на машине И спрятала ключи под подушку Она говорила неправду маминой подруге Что не умеет водить Откуда у нее дорогой автомобиль И почему об этом не знает мама? У девушки была другая жизнь О которой она не спешила рассказывать своим родным И началась она Три месяца назад Три месяца назад Это вы меня зовете? Тебя Ты Света Кроткова Я Как же ты выросла А вы кто? Не узнаешь? А должна? Откуда она у вас? А ты как думаешь? Вы мой папа? Он самый Прокатимся? Познакомимся поближе Поехали Поехали Чего ты так напрягаешься? Я ж тебя не съем Мы родные люди Скажи А что обо мне рассказывала мама? Ничего Сказала, что ничего О вас не знают Что пропал и все Не хотела знать Гордая слишком А ты А ты хоть что-то помнишь обо мне? Как ты каталась у меня на плечах Как мы с тобой машинками игрались Не помню Не помнишь Еще, наверное, мама обо мне наговорила, да? А вот я помню все Как же ты выросла А я все пропустил А где вы были все это время? Далеко отсюда Помотала, понимаешь? Но я всегда тебе помнил Разве это не вы нас бросили? Это тебе такое мама сказала? Таня Она сама меня выгнала Почему? Хороший вопрос Почему? Вот у нее и спроси, почему Я, конечно, не подарок Но семью бросать я не собирался Ладно, это Тяжелый вопрос Давай Потом об этом поговорим Ты мороженого хочешь? Нет, спасибо Здесь такие цены Так твой папа не бедный Заказывай все, что хочешь Давай, давай, выбирай Хочу тирамису Ну, как скажешь Официант Так о чем вы занимаетесь? Отчего ты мне выкаешь? Давай на ты А то как чужие люди Можете нам принести этот Как его? Тирамису Тирамису Два Спасибо Я смотрю, вы не экономите Ну так и твой папа Никогда не был бедным И не будет Интересно А моя мама Вообще-то на двух работах работала Да, она говорила Сколько раз я деньги высылал А она их обратно возвращала Не говорила Конечно, не говорила А я у нее спрошу Не надо Не надо Я не хочу, чтобы она знала Что мы встречались Так о чем ты занимаешься? У меня автомобильный бизнес Скажем так Сеть автомастерских Ты же говорил, что недавно вернулся А уже сеть? Ну да, я Я купил уже готовый бизнес Конечно, все не так хотелось бы Но я зарабатываю Машины Мое все И мое Я еще хочу научиться водить И машину очень хочу Так будет у тебя машина Дай только время И водить я тебя Сам научу Хочешь Хоть завтра Ну То есть Ты мне научишь? Конечно Я же сказал Только давай так Мы маме об этом Ничего не скажем Потому что она не поймет Этих приколов Да Это да А вот и Тирамису Мама А ты о папе Ничего не слышала? Где он? Что он? Чего это Это вдруг? Ничего не слышала И не хочу Просто спросила Папа все-таки Какой он тебе, папа? Пятнадцать лет Ни слуху, ни духу Может Ты просто до сих пор его любишь, а? Какая любовь? Может Через столько лет Можно было бы и простить? Ты не понимаешь О чем говоришь Так объясни Я имею право знать Нечего Объяснять Пойду прилягу Посуду помой Вот и поговорили Обида на бывшего мужа Бывает настолько сильной Что жена мстит ему И запрещает видеться с ребенком Такие решения не остаются без последствий Дети отдаляются от папы Копируют оценку матери В итоге Формируется негативный образ Хотя в действительности возможно все иначе Мнение Светланы об отце изменилось очень быстро Он показался человеком открытым и щедрым Ей было интересно с ним Света теперь иначе оценивала мнение мамы о нем И не терпелось рассказать подругам о папе Привет Привет А кто это был вчера? Кто? Ну ты уехала на машине С таким еще взрослым мужиком интересным Так это был мой папа Папа или папик? Папа А что такого? Нет ничего Мы просто не знали Что у тебя такой предок крутой Так сразу и не скажешь Да Он за границей жил Не давно вернулся А ну тогда понятно Классная у него машина Ну ладно я пошла Давай Рома Рома Ты чего? Ты почему на звонки не отвечаешь? Я не слышал А ну да И пропущенный тоже не бил да? Что случилось? Ты ничего не хочешь мне сказать? Например с кем ты вчера уехала? И ты поэтому надулся? Рома Я как раз вняла тебе рассказать Ты не поверишь Это был мой папа Какой папа? Ну мой родной Откуда он взялся? Ну приехал в город недавно Навсегда Представляешь? Я сегодня вечером вас познакомлю Только когда у меня будешь Маме не ляпни ладно? Почему? Ну она его терпеть не может Будет нервничать, переживать Не надо Понял? Вообще-то не понял Ты уверена, что он твой отец? Ну да, уверена Мы с ним даже похожи Я сама расскажу о нем все маме Только немного попозже Мне кажется, есть шанс их помирить Чего ты взяла? Интуиция Ну что, мы договорились? Договорились Здорово, молодежь Привет, Датя Твой? Вадим? Роман Ух ты, хорошо жмешь Спортсмен? Хороший парень Машину водишь? Нет еще Как? Братан Я в твои годы так летал Что все девки были мои Пап Ладно Нет своей машины Что, не заработал еще? Заработаешь А не заработает поможем Правильно? Мы едем? Да, да Давайте в машину Я не поеду Ты что, обиделся? Ром, садись в машину Я с ним никуда не поеду Уп, обидчивый какой, а Что я такого сказал? Хорошо подумал Я да А ты? Бывай Первая встреча отца и дочери Произошла только вчера Ему важно завоевать доверие Света А Роман может стать Либо союзником, либо соперником Вадим выбирает легкий путь Он показывает дочери Свое превосходство Над молодым человеком Парень почувствовал вызов Поэтому решил не садиться в машину Свете приходится выбирать Ее мечты может реализовать отец Поэтому она уезжает с ним Хороший водитель любит механику Так что давай Выжимай сцепление Давай, давай Первую скорость Угу Умничка Аккуратно опускаем сцепление Не дергаться Аккуратно опускаем сцепление Папочка, я еду Умничка Умничка Ужимай дося, конечно Аккуратненько 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 Прикольно Я всю жизнь об этом мечтала Ничего Еще немного будешь гонять А хочешь Будешь в универ ездить Тай машина Ты мне разрешишь? Конечно, только прямо смотри. Класс. Алка и Дианка обзавидуются. Мы с тобой такую движуху устроим. А ну давай на вторую переключайся. Давай. И газуй. Давай, давай. Молодец. Умничка. Мам, кто там? Это Рома. Здравствуйте. С именинницей вас. Спасибо. Светочка собирается. Так что скоро будет. Не надо. Куда сегодня пойдете? Да я вообще-то не знаю. Какие люди? Света, с днем рождения. И как это ты не забыл? Вообще-то я не люблю белые розы. Ребят, давайте поглоточку шампанского. Давайте за Светочкина совершеннолетие. Пойдем, дочь. Пойдем. Светочка, доченька. С совершеннолетием тебя. Здоровья. А главное, счастье. Не знаю, как сказать красиво. Пусть в твоей жизни будет все, как ты захочешь. Все, все, все. Что, уже уходите? Да, я с девочками договорилась встретиться. Девишняк, честь дня рождения. Без Ромы? Ну, я же не знала, что Рома о моем дне рождения вспомнит. Я вообще-то и не забывал. Значит, завтра отметим. Света, так нельзя. Мама, ну ты же знаешь, для меня это важно. Я только начала с ними нормально дружить. Мне это нужно. Для карьеры, для связей. Но вы же должны это понимать. Что? Вот такая. Вся в отца. А кем был ее отец? Не будем о нем говорить. Рома, ты не переживай. Со Светой завтра помиритесь. Все будет хорошо. Ладно, я пойду, наверное. До свидания. До свидания. Клиент ждет. Он же предоплату сделал. Я же тебя предупреждал. Ты же на вторник сказал. Какой вторник? Когда было такое, что больше недели машину держал? Сейчас закончу. Что за запах? Ты что, пил? Чуть-чуть. Ну, если бы я знал, что машину надо отогнать, я... Чуть-чуть, говоришь? Да тебя несет на три метра. Ты же меня подставляешь. Кто ее теперь отгонит? Я в любом виде умею. Сволочь. Прости, Светик. Срочные дела. Надо лично контролировать. Секунду. А, так вот. Дай я тебе поцелую. С днем рождения. С совершеннолетием. А теперь... Закрой глаза и дай мне руку. Давай-давай. Права? Угу. Но я же не сдавала. Откуда? Ты хочешь сдавать? Учиться? Я тебя лично учил. Ну да, но... Как ты так смог? Они настоящие? Обижаешь. Конечно, настоящие. Деньги и связи, доченька. Связи и деньги. Хотя, конечно, мама тебе об этом не рассказывает. Если мама о них узнает, она их реально сожжет. Угу. Узнаю свою Танюшу. 18-летняя студентка Светлана впервые встречает родного отца. По словам мамы, он бросил их 15 лет назад и больше не появлялся. Но отец говорит, что всегда помнил о дочери, хотел увидеть ее. А бывшая жена запрещала. Светлана не рассказывает маме о встрече. Она искренне радуется общению. Ей нравится его умение решить любую проблему. Вадим владеет станциями техобслуживания автомобилей. Он учит дочь водить машину и предлагает работать вместе. Девушка с радостью соглашается. Она не против заработать и мечтает о собственном автомобиле. Тайна. Она мечтает о том, что отец встретится с мамой и они снова будут вместе. Девушка с радостью. Права? Угу. Ну я же не сдавала. Откуда? Ты хочешь сдавать? Учиться? Я тебя лично учил. Ну да, но... Как ты так смог? Они настоящие? Обижаешь. Конечно, настоящие. Деньги и связи, доченька. Связи и деньги. Хотя, конечно, мама тебе об этом не рассказывает. Если мама о них узнает, она их реально сожжет. Узнай ее свою Танюшу. Но только ты об этом ей не скажешь. Зачем? Дай кататься не на чем. Но этот вопрос мы с тобой уладим. Новую машину пока не куплю, но... Если хочешь покататься, можешь отгонять машины клиентов после ремонта. А разве они их с они не забирают? А это у меня такая услуга. Я пригоняю машину туда, куда скажет клиент. Бонусы за обслуживание. И ты мне разрешишь? Конечно. Я только тебе и доверяю. А вот и твой первый клиент. Через два часа возьмешь вон тот автомобиль и отвезешь в гараже зеленый фургон на Перекопской. Там просто возьмешь себе такси. Кстати. Так. Будьте на такси. Папа. Это много. Жизнь коротка, доченька. Ее надо жить красиво. Слушай, а поехали в ресторан перекусим что-нибудь? Пока этот закончит, а? Погнали. Добрый вечер. Светлана. Давай, Андрей. Да, я. Вот. Проверять работу будете? Да все в порядке. Спасибо. А вы дочка Петровича? Да, я его дочь. Не знала, что у него такая взрослая дочка. Ну, привет передавайте. Хорошо. Выбираться как будете? А я уже такси вызвала. Понятно. Ну, удачи. До свидания. Добрый вечер. Да. Да. Нет. Я уже такси. Тем более диплом нужен только для галочки. Как ты с веткой успеваешь работать? Я вот пока родители обеспечивают, никуда не поеду. Мой папа тоже может мне обеспечивать. Но я не вижу смысла. Тем более мне нравятся деньги зарабатывать. А кем ты у папы работаешь? Помощник по связям с клиентами. Повезло. Мы с ним на одной волне. Мы вечером в клуб собираемся. Ты знаешь? Нет, нет, нет. Времени нет. Опаздываю. Так. Я вам тут. Да? Рассчитайтесь. Все, девочки. Я убежала. Жаль. Ну, пока. Пока. Это же другая машина. Мы на прошлой неделе на джипе катались. У ее папы автомобильный бизнес. И что из-за этого? Он что, теперь ей каждую неделю новую машину дарит? Я знаю. Вообще офигеть. Ага, я своим obecным очисткой слезом дарит? Я ж reflex 사ить и надеял. Потом я теперь, пойдемте коже. Чегоmatка похитый? Так долго гонahl? Открылся. А что? Да мало ли чё. Ладно, передай кроту. Всё в норме. Мы человечек, лавей уже везде. Не понял, ты что, не в теме? Я в теме. Всё кроту передам. По движениям, манере говорить, жестам можно многое узнать о собеседнике. Света подметила, что заказчик оглядывался, как будто опасался слежки. Его речи выдавала человека из преступной среды. Девушка понимала, что отца странные клиенты. У неё возникали вопросы, но она не хотела себе на них отвечать. До поры до времени. Разговор с отцом состоялся очень скоро. Ну, хорошо, зараза. Я б тоже он такой погонял. Так. Прикрути этот. Угу, добро. Да. Вот это прикрутишь, а Света дурочка клиентом отгонит. То в гараж, с бомжами, то на пустырь. Да, папочка? А в ответ тишина. Друг, нет. Тихо, тихо, тихо. Идём поговорим. Успокойся. Присядь. И когда ты собирался мне об этом рассказать? Со временем. Присматривался, готовы ли ты к работе. То есть ты ещё и думал? Да ничего я не думал, ты чётко работаешь. Потому что не в курсе, что езжу на угнанных тачках? Я своим подставы не кидаю. Ты ездишь на тачках, в которых я уверен. Как здесь можно быть в чём-то уверенным? Света, я бы тебя не подставил. Ты ж моя родная. Я уже в этом не уверена. Не говори такое, дочка. Дочка? Не думаю, чтобы родители своих детей так подставляли. Я о таком не слышала. Так ты сама хотела покататься. На угнанных тачках? Знаешь, папочка, мама была права. Во всём. Ненавижу тебя. Что ты о нём узнала? Не могу. Не могу рассказать. Мне нужно перевалить. Мне он никогда доверия не внушал. Я знаю, Рома. Мне нужно подумать, ладно? Ты иди, пожалуйста. Может, он тебя обидел как-то? Что? Ничего такого. Точно. Может, полицию? Ром. Не выдумывай. Всё, иди, пожалуйста. Я затря позвоню. Свет, я дома. Угу. Положи в холодильник. Ну и цены. Куда они растут? И платёжки пришли. Угу. Они же соевые. Гадость. А ты счета видела? Откуда столько? Ты вообще знаешь, сколько мяса стоит? Я этим органистры ведь не буду. Угу. Угу. Всё, решила. Прихожу на заочную. Я на работу устроилась. Куда? В компанию. Буду заниматься автомобилями. Я, мама, машины люблю. И давно? Не хотела говорить, но тогда тётя Наташа именно меня за рулём видела. Да, я умею водить. Мне подружка научила. Какая подружка? Диана. У неё своя машина. Почему сразу не сказать? Что за тайны? Я тогда перед Наташей как дура выглядела. Не говорила, чтобы твоё вот это вот не выслушивать. Ты всё ж такие воспринимаешь. Я ж такие? Да я как лучше для тебя ха... Ну вот, вот. Я хочу нормально жить и деньги зарабатывать. А учёба? Успею. Буду делать карьеру. И жить как нормальные люди. Больше никакой экономии. Поняла? А как? Как успешные люди. Конец разговора. Короче, папа, я так поняла, ты своим бизнесом неплохо зарабатываешь, да? И как оказалось, с моей помощью. И? Хочу свою долю. Не ту, которую ты мне в конверте на такси даёшь, а свою настоящую. Ай, молодец. Моя дочь. Так что? Всё будет. Завтра же ознакомлю тебя с партнёрами и ввожу в бизнес. И завтра же мы едем в салон, покупать мне машину. Мою, чистую. Я её заработала. А зачем ждать до завтра? Поехали сегодня. Сейчас. Ты серьёзно? Да, а ты не веришь? Я за рулём. А как же. Опа. Пончали? Прошу. О, мам, привет. Привет. А ты что, снова на всю ночь? Ну да. У нас же салон круглосуточно работает. У меня сегодня дежурство. Интересно, кто у вас ночью машины покупает? Богатые люди, мам. Они же днём работают. Когда им ещё машины покупать? Кстати, я там еды нормально набрала? Посмотришь в холодильнике. А я наборщик всё набрала. Как хочешь. Всё, я ушла. Не скучай. Деликатесы. Золото. А шмоток новых сколько? Я знаю. А ещё она ездит на дорогой машине. И эта машина не Дианы. Я проверяла. Откуда денег столько? Человек честно не может сразу столько заработать. Ну я же вижу. Ты что-то знаешь. Говори. Понимаете, я слово дал. Слово. А если она из-за этого, из-за этого попадёт в беду? Слушай, а может у него кто-то покруче появился? Ну, побогаче. Нет, не появился. Почему нет? Моя Светочка всегда красивой жизни хотела. Да это вы её упустили, понимаете? Да, появился побогаче. Но не другой мужчина, а её отец. Как отец? Он же... Этого не может быть. Он? Господи. Откуда он взялся? А кто он вообще? Он мне не нравится. Да никто. Уголовник. Я за него, когда замуж выходила, ничего о нём не знала. Говорил, что бизнесом занимается, что машины из-за границы привозят. А сам эти машины угонял. Развелись. Потом посадили его. Потом ничего о нём не знала. Ты его видел? У него автомастерские. Ремонт, покраска. Ремонт. Господи, автомастерские. Куда он свету втянул? Да. Да. Короткова Татьяна Николаевна? Да. Это вас из полиции беспокоит. Короткова Светлана Вадимовна ваша дочь? Да. Она задержана по подозрению в угоне автомобиля. Нет. Господи. Я могу поговорить с ней? Вы можете встретиться со мной. Хорошо. Сейчас буду. Что? Света. Света в полиции за угон. За что? Поехали. Светлана Вадимовна задержал дорожный патруль. Техпаспорт вызвал подозрение. Пробили по базе. Машина в угоне. Ну, я просто уверена, это какая-то ошибка. Я даже не знаю, как это могло произойти. Среди знакомых, друзей, дочери никого не заметили подозрительного? Нет никого такого. Она у меня учится в университете. Будущий экономист. Вот Рома, ее жених. Она самая обыкновенная. Хорошая девочка. Ну, откуда у нее такой автомобиль, она не говорит. Кого она покрывает? Пожалуйста, дайте мне пять минут поговорить с ней. Хорошо. Пять минут. Витя, Родкову ко мне. Да. По угону. Жду. Спасибо вам. Повлияйте на дочь. Это смягчит ее наказание. Может пойти свидетелем. Вас попрошу уйти. Будут говорить фамилии. Запоминайте. Мамочка. Мамочка, не знаю, что так получится. Это Вадим тебя втянул. Позвони папе. Вот номер, да что ты придумает. Придумал уже. Родную дочь подставил. Сволочь. Я о нем ничего не рассказывал. Это же тогда преступная группа получается. Мамочка, я тебя прошу, не выдавай его. А то он мне тогда точно посадит. Знаю. Светлана. Ну что? Ну что? Подожди. Алло, кто это? Это я. Танюша? Света в полиции. Она тебе ничего не рассказала. Но если ты ее не вытащишь, то расскажу я. Я понял. У тебя час? Да. Таня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда-то Вадим обманул жену, а теперь своего ребенка. Женщина не понимала. Она столько вкладывала в дочь, а он смог взять и перечеркнуть все это дорогими подарками и ложью. Татьяна презирала мужа, но сейчас он для нее последняя надежда. Только Вадим мог спасти Светлану. Послушайте, Светлана ничего не знала, я просто дал ей покататься. А напомните вашу фамилию? Отец я ее, Кротков Вадим Петрович. Крот? Да, это я. Слушай, я тебе всю схему нарисую. Отпусти только девочку. Хорошо? Хорошо. 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 Поехали. Поехали. Тихо, geh就. Звучит. Светлана настаивала на срочном переезде, ее знали клиенты и после задержания отца только Света могла ответить за его бизнес. Девушка чувствовала опасность, нужно исчезнуть. Так не раз поступал ее отец. Такси приехало? Его Рома внизу ждет. Да, вот так вот, нежданно-негаданно. Мама, хватит уже, мы договаривались. Тебе все легко. Я этот переезд не планировала. То есть лучше, чтобы меня убили с этой тачки, да? Ты думаешь, если папа на себя все взял, меня в покое оставит? Ничего я не думаю. Это тебе нужно было думать. Зато денег хватит на новую жизнь. Переедем. Ты мне еще спасибо скажешь. За что? За грязные деньги? Ничему тебя жизнь не научила. Мама, не хочешь, не едь. Надоело уговаривать. Такси приехало. Сейчас Света и Татьяна живут в другом городе. Некоторые владельцы угнанных автомобилей так и не вернули свои машины. Они считают Свету соучастницей и пытаются найти ее. Рома знает, где живет Светлана. Он даже как-то приезжал к ней в гости. Но после этого они больше не встречались. Вадим отбывает большой срок. Дочь ездит к нему на свидание. И похоже, что через нее он держит связь со своими друзьями на воле. На одно свидание Светлана приехала с мамой. Та просила Вадима оставить дочь в покое, но все осталось по-прежнему.